Продолжение следует... Замечание хозяину квартиры. Завязалась драка. Обвиняемый нанес пришедшему мужчине не менее 12 ударов руками, а после еще три ножом. На место происшествия соседи вызвали скорую, однако до ее приезда от полученных травм гость скончался. Сейчас обвиняемый заключен под стражу. В ближайшее время он предстанет перед судом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На Ямале в ДТП погиб водитель снегохода. Авария произошла 17 марта в ямальском селе Сияха. Водитель снегохода не учел особенности и состояние транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие. Мужчина скончался на месте происшествия. Так сообщили в окружной госавтоинспекции. Также 16 марта поздно вечером произошло еще одно ДТП с участием снегохода. В 30 километрах от поселка Харп в районе реки Собь. Не оценив метеорологические дорожные условия и состояние транспорта, водитель опрокинул снегоход. В результате мужчина получил травмы. Если говорить о статистике, всего за прошедшие выходные на дорогах Ямала зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых один человек погиб, еще два травмированы. А в целом с начала года в округе зарегистрировано уже 1169 аварий, в которых погибли 7 человек и 129 травмировано, в их числе 17 детей. На Ямале прокуратура возбудила дело по факту схода снега на ребенка в детском саду. Инцидент произошел 12 марта в Муравленко, на территории детского сада «Солнышко». На девочку во время прогулки с крыши беседки упала снежная глыба. Ребенок не пострадал, но был сильно напуган. В отношении сотрудников учреждения назначена служебная проверка. Прокуратурой возбуждены дела по статье «Нарушение или незаконное ограничение прав и свобод обучающихся образовательных организаций, либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод». Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.